Президент Виктор Янукович принял отставку Николая Зарова с поста премьер-министра и всего состава кабмина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Поскольку по статье 115 Конституции Украины отставка премьер-министра имеет следствием отставку всего состава кабинета министров, президент принял и отставку правительства государства, говорится в сообщении. Причины своего решения Николай Азаров разъяснил журналистам. Дорогие соотечественники, сегодня я принял для себя очень трудное и вместе с тем ответственное решение подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточную основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись к нашим гражданам, сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность ее успешного развития самое главное. Амбиции это второстепенное. Я глубоко благодарен на президенту и Верховной Раде, которая все эти четыре года поддерживала правительство в проведении сложных реформ, сложных преобразований. Я могу честно смотреть нашим гражданам, страна в условиях мирового экономического кризиса справилась со многими проблемами, которые стояли у нее на пути. Спасибо вам за внимание, спасибо за доверие. Нынешнее правительство продолжит работу, пока не будет сформирован новый состав. В соответствии с Конституцией Украины, в статусе исполняющего обязанности, Кабмин может работать не больше 60 дней. Согласно закону о Кабинете министров, с завтрашнего дня исполнять обязанности главы Кабмина будет первый вице-премьер, это Сергей Арбузов. Скорее всего, именно он и проведет ближайшее заседание Кабинета министров.